Прошу почтить минуты молчания. Ушел из жизни министр физической культуры и спорта Чуваши Сергей Шелтуков. Последние месяцы он боролся с тяжелой болезнью. Но даже для тех, кто знал, его уход был неожиданным и от этого особенно болезненным. Он горел на работе. Я думаю, что это одна из причин. Буквально три месяца назад у нас проходил летний чемпионат России по спортивной ходьбе. Как раз Михаил Васильевич, Сергей Селестович. Мы втроем стояли. Как что делать, как дальше развивать Чувашию ходьбу, какие проблемы. Только что обсуждали. То есть у нас было много планов, как дальше работать. Собирались все это вместе обсудить, но, к сожалению, не успели. Сергей Селестович был и остался настоящим спортсменом. Собранным, решительным, очень организованным. Он умел работать в команде. Знал, когда нужно хлопнуть партнера по плечу, а когда надо подставить свое. Сергей, это, прежде всего, это очень порядочный, высокопорядочнейший человек. Надежнейший человек. А эти качества я в людях ценю, наверное, на самых первых местах. Я знал, что я всегда могу положиться, что за спиной у меня надежный тыл, надежная опора. Светлый, позитивный человек. И, ну, наверное, вот, к сожалению, это для окружающих плюс большой рядом с таким человеком быть. А для такого человека, для самого, это тяжелая ноша. И, конечно же, вот это все, наверное, у Серега перегорел, к сожалению. В Министерстве спорта он работал шесть лет. Сначала заместителем министра, а с октября 2015-го возглавил ведомство. За это время успехи отрасли стали еще очевиднее. Человек был честным, порядочным, добросовестно выполнял свои прямые функциональные обязанности как министра физической культуры и спорта и как член правительства. Вот таких людей побольше бы нам в обществе. Я выражаю слова соболезнования близким родственникам, родителям, соответственно, его друзьям, товарищам, которые по жизни работали, и его всегда окружали надежные друзья. При Сергее Шелтукове на спортивной карте Чувашии появились новые объекты, а спортивная летопись пополнилась новыми именами. Немало сил он вложил и в развитие массовой физической культуры, щедро делился спортивным азартом с коллегами. И если раньше целью спартаки от госслужащих было привлечение чиновников к занятиям, то в последнее время стал особенно заметен соревновательный дух. Из года в год, конечно, все лучше и лучше. Мы видим уже подготовленных наших коллег во всех видах спорта. Проводим спартаки по 13 видам спорта. И везде у нас действительно настоящая спортивная борьба. Как и положено спортсменам, он обладал огромной волей к победе. И лишь тяжелая болезнь стала обстоятельством непреодолимой силы. Но Сергей Шелтуков не сошел с дистанции. Он просто дал ложню другим. Прощание с Сергеем Сильвестровичем состоится 13 сентября в центре Маутинбайка с 9 до 11 часов. В Чувашии продолжают расширять меры поддержки пожилых людей. Назначать положенные льготы ветеранам труда будут уже до наступления пенсионных лет. Такое решение сегодня принял Кабинет министров. Учитывая, что ветеранам труда в настоящее время меры социальной поддержки представляются после установления им страховой пенсии, проектом предлагается право на получение льгот ветеранам труда сохранить за гражданами до достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Хорошая новость и для многодетных семей. Со следующего года им планируют предоставлять газифицированные участки. Цена вопроса 47 миллионов. Подключиться к газовым сетям в ближайшее время станет проще и дешевле. В госслужбе по тарифам намерены пересчитать расценки. Что будет сделано по итогам 2018 года будет проанализировано и порядка 10 тысяч будет стоить, предварительно называют цифру, за одно технологическое присоединение. На повестке дня и кадровые вопросы. В республике станет больше организаций, руководители которых назначаются решением правительства. Это должно минимизировать коррупционные риски. 18 руководителей на сегодняшний день назначаются решением Кабинета министра Чувашской республики. В целях сохранения стабильности профессионального состава руководящих кадров, формирования у руководителей государственных организаций высокая ответственность за порученную работу, а также с учетом высокой значимости отдельных организаций в социально-экономическом развитии Чувашской республики, проектам предлагается расширить этот перечень. Данные изменения увеличат количество организаций, руководителей которых назначаются Кабинетом министра Чувашской республики с 18 до 29. Еще одна тема инвестиции. Республика может получить многомиллионную сумму на развитие проектов в сфере культуры. В том числе на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры населенных пунктов с численностью населения до 50 тысяч человек 36 миллионов 859 тысяч рублей. На поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 5 миллионов 254 тысяч рублей. На реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, 143 миллиона 300 тысяч рублей. Все мероприятия, которые мы представляли, они тоже учтены, поэтому здесь надо четко отрабатывать уже с федеральным министерством. В федеральном агентстве по туризму рассмотрят и вопрос о поддержке кластера «Чувашие сердце Волги». Размер субсидий 500 миллионов рублей. Глава региона отметил, что ведомство необходимо предоставить качественную документацию. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Сегодня глава республики встретился с ректором Московского политехнического университета. Экс-губернатор Приморского края возглавил вуз в конце прошлого года и сейчас объезжает региональные филиалы. Экономике страны необходимы квалифицированные специалисты. Образовательный процесс должен отвечать запросам. Безусловно, чрезвычайно важна поддержка власти республиканской. Это точно не по-настоящему знаю, потому что сам, вы знаете, возглавлял федеральный университет в Владивостоке до работы губернатором. Поэтому отзывы все самые хорошие, то, что я сегодня услышал относительно взаимодействия. Михаил Игнатьев отметил, что выпускники вуза на рынке труда пользуются спросом. В приоритете практика ориентированный подход. Студенты там обучаются по разным специальностям, востребованным в реальном секторе экономики. Это как раз специалисты инженерно-технических направлений. Готовить кадры необходимо и с прицелом на годы вперед. Это профессии будущего, так называемые. Те профессии, которые возникнут через 5-6, может быть 10 лет, готовить людей нужно уже сейчас. Потому что в противном случае этот бизнес, о котором я сейчас сказал, он просто не разорвется. Потому что не будет кадров, не будет соответствующих инвестиционных проектов. Еще одна задача – переподготовка людей перед пенсионных лет. Люди, которые достигли 5 лет до выхода на пенсию, они должны быть не просто их обязать трудоустроить, они должны быть востребованы экономикой. На базе чебоксарского филиала запустят специальные программы переподготовки. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Два заместителя сити-менеджера Чебоксар встретились с жителями города, чтобы ответить на их вопросы. Алексей Маклыгин отправился в Новоюжный микрорайон, а Алла Салаева – в Северо-Западный. Жители последнего больше всего волновали дороги. Например, на чьем балансе разбитый проезд за магазином Туслах? Или как отпускать детей в школу, если на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Ильгера водители останавливаются крайне неохотно? Может быть, там поставить светофор, который по кнопочке нажимается, и загорается зеленый свет. Потому что там, конечно, детей тоже. Одних отпускать маленьких очень опасно. Еще раз вернемся к этому вопросу. Если это не влияет на общую транспортную логистику вокруг, значит, ну, не вижу особых проблем. Жители дома номер пять очень ждут, когда программа по ремонту дорог дойдет до проезда в их двор. Этот пятачок, он разбит в усмерть. И до него, я понимаю, ни год, ни два, ни три, ни пять, ни десять ремонт не доходит. Деньги выделены. Сейчас за счет экономии средств проводится повторный аукцион. Я думаю, в этот средний сезон мы успеем заезд, выше рынка сделать. Отремонтировать дороги и поставить светофор городские власти могут. А вот повысить культуру горожан, увы. На школьном стадионе после семи вечера выгуливают собак. Зимой дети по лыжне на лыжах объезжают все эти продукты жизнедеятельности домашних питомцев. Здесь полномочий у города нет. Вот мы на набережной, например, Московской создали условия, положили те же подушки большие. Вот еженедельно, каждую субботу приходят люди, которые разрезают их ножами для того, чтобы посмотреть, что внутри. Взять фонтаны, которые мы открыли на Кадисском сквере. Мы в первый же день, те, кто разработчики, ну кто делал эти фонтаны, они вынуждены были ночью ехать заново покупать насос, заново покупать форсунки, потому что жители их выломали. Понимаете, это же делаем мы, сами же чебоксарцы, сами же горожане. Тема, которая волновала жителей обоих микрорайонов, так называемые разливайки. В доме находится питейное заведение, работающее, в принципе, круглосуточно. Какую работу проводит ОВД, администрация города по закрытию данного заведения? Можете к нам в отдел полиции подойти, посмотреть, сколько административных протоколов составлено именно с данного участка. Но по поводу вопроса о закрытии данного заведения, извините, в мою компетенцию данный вопрос не входит. Если бы у меня были такие права закрыть, я бы все закрыл бы заведение. В Чебоксарах как раз работают над тем, как решить эту проблему в правовом поле без ущемления чьих-либо интересов. Тем, у кого остались вопросы или предложения после встречи, Алексей Маклыгин предложил зарегистрироваться в интерактивном приложении «Открытый город». Мы его разработали по аналогии с Москвой. Там есть такой портал «Активный гражданин». Сейчас мы его запускаем. Он позволит нам проводить электронные референдумы. То есть мы будем все наши решения и действия обязательно согласовывать с нашими горожанами, как по месту жительства, так и в целом по городу. Ольга Пырычкина, Ирина Волкова, Валерий Рязюков. Республика. Обычно с такими табличками встречают в аэропорту, но в 33-й Чебоксарской школе никуда не улетают, а всего лишь уезжают домой на школьных автобусах. Третий А-класс, подойдите ко мне, пожалуйста. Пазики и газели развозят детей в удаленные микрорайоны Чебоксар, Новый город и Соленоя. Всего 110 школьников. Это ученики первых-четвертых классов. Я ездил в школу на 24-й маршрутке. Это было очень сложно ждать. Долго было. Места там не хватало, все толкались. Теперь же об этом можно забыть. Школьные автобусы с утра забирают детей, а вечером отвозят домой. В автобусах соблюдены все требования безопасности. Это проблесковые маячки, тахографы, глонассы и все необходимое для того, чтобы была осуществлена безопасная перевозка. Ремни безопасности, сопровождающие и так далее. По правилам учеников в одном автобусе сопровождает один взрослый. У Светланы Высоковой пятеро детей, трое из которых – школьники. Помогать перевозить ребят она согласилась одной из первых. Детей было бы трудно очень отвозить в школу, но мы получили эти автобусы и газели. И вот благодаря этому наши дети с комфортом добираются до школы. Школьные автобусы ездят и в другие районы Чебоксар, Чандрово и Заволжье. Таким образом добираются 255 ребят. Чтобы получить возможность отправить ребенка на школьном автобусе, нужно обратиться в администрацию школы или столичное управление образования. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Еще несколько лет назад в Чувашии начала действовать программа, по которой в квартирах детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей за счет республиканского бюджета, делают ремонт. Сейчас работы идут в квартире 15-летнего Александра. Он живет вместе с семьей своего старшего брата. Саша официально с нами под нашей опекой два года. Он жил с нами еще до этого, когда еще были родители. У нас есть своя семья, двое детей. Не скажу, что легко, тяжело, с мальчишками. Дети растут, подростки. То, что государство нам подарило ремонт, это вообще замечательно. Право на ремонт имеют дети, которые остались без попечения родителей и сироты от 14 до 23 лет. Еще одно условие. Они должны быть единственными собственниками данного жилья. Это носит заявительный характер. Мы, как органы опеки и попечительства, которые осуществляем контроль за условиями проживания, содержания детей в установленные сроки, очень хорошо знаем, кому принадлежит какое жилье. В ходе обследования выясняем обстоятельства, требуется ремонт, не требуется ремонт. И предлагаем опекунам, попечителям обратиться в администрацию Калининского района с заявлением о необходимости проведения ремонта в этих жилых помещениях. Это уже седьмая по счету квартира в Калининском районе, которую ремонтируют по данной программе. Ольга Пырочкина, Мальвина Петрова, Валерий Редюков, Республика. Чувашский театр оперы и балета начинает новый театральный сезон с классики. 20 сентября зрители увидят национальную оперу Нарспи, выдающегося чувашского композитора Григория Хербю. А 22 сентября обновленный концерт-ревью «Оперета Гала». Кстати, именно этой постановкой артисты закрыли прошлый, 58-й сезон. Новый театральный год будет богат на премьеры, отметил художественный руководитель театра. 28 октября мы будем давать премьеру балета «Аттила. Рождение легенды». Эта премьера, эта постановка поддержана грантом главы Чувашской республики. Примечательность этого балета в том, что музыка создавалась для него специально. Это абсолютно новое произведение. В настоящий момент дооргестровывается, что-то, какие-то фрагменты дописываются, которые необходимы для балета. То есть то, что вы увидите, это абсолютно новый, только что рожденный продукт. Композитор – это наш с вами земляк Андрей Галкин. Следующая премьера уже в ноябре – опера «Чио-Чио-Сан». Именно этой постановкой откроется традиционный оперный фестиваль имени Михайлова. По словам организаторов, в этом году он будет почти итальянским. Это касается и репертуара, и приглашенных гостей. В течение года ожидается еще три фестиваля – балетный, оперетты, чувашской музыки. Кроме этого, трупы театра планируют гастроли. Уже завтра наши артисты уедут в Коми на фестиваль балетного искусства финно-угорских стран. А в конце октября примут участие в больших гастролях в Ярославле. Это очень здорово, что нас начали приглашать на фестиваль. Это, так скажем, не последнее приглашение. Все карты подскрывать не будем. Потому что последние годы, конечно, в большинстве случаев мы сюда кого-то все время звали на фестивале, а нас довольно редко. Но, видите, немножко поднимаемся по уровню, поэтому становимся интересны не только нашему зрителю. Далее у нас будут наши традиционные европейские гастроли балетные с декабря по январь месяц. Потом мы обязательно вернемся, немножко уставшие, но вдохновленные, и проведем международный балетный фестиваль. Еще одна приятная новость. Коллектив театра пополнился молодыми перспективными артистами. Приобрели баритон заслуженного артиста Республики Коми Михаила Журкова. Обновили балетную труппу и симфонический оркестр. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. По информации гидромедцентра Чувашии, завтра, 13 сентября, ожидаются неблагоприятные метеоусловия с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Это может привести к обрыву электропроводов, обрушению ветхих конструкций. Граждан просят быть внимательными, а владельцев маломерных судов не выходить на водоемы при больших волнах. Редактор субтитров А.Семкин